Всем привет! Сегодня хотелось бы рассказать о такой птице, как обыкновенная зеленушка, на латыни Cardoellis floris. Это птица семейства юрковых, размером с воробья, длиной тела 14-17 см и размахом крыльев 26-30 см. Телосложение у зеленушки плотное, хвост короткий, с учетовой выемкой. Клюв сильный конический. Общая окраска оперения оливково-бурая, с более светлым низом. На спине темные штрихи, поясница с желтым оттенком. У самого окраска более тусклая, на крыле видна ярко-желтая полоска. Населяют разряженные леса, опушки, рощи с перелесками, сады и парки. В северных частях ареала перелетная, на юге оседлая птица. Весной возвращается с юга довольно рано. В первой половине марта на юге и в начале апреля на севере ареала. Вскоре распадаются на пара. В это время можно наблюдать токовые полеты самцов. Питаются как растительными, так и животными кормами. Летом преимущественно в основном насековыми, жуками, муравьями и тому подобное. А вторую половину лета и осенью ягодами, почками, семенами травянистых растений. Форма полета немного напоминает полет летучей мыши. По земле прыгает с помощью обоих ног. Летит быстро и совершает дуги в воздухе. Перед приземлением некоторое время парит. Для пикирующего полета резко взлетает, крутит на довольно большой высоте несколько кругов, с прилегающими крыльями устремляется вниз. В природе доживает до тринадцати лет. Петь начинают ранней весной на кочевках. Наиболее активно поют в апреле-май. Затем временами все лето. Песня состоит из неторопливого чередования разнообразных звонких трелей и щебетаний, из которых наиболее выделяются жужжащие джуи или джуиеву. Кроме того, в песне есть характерная раскатистая, состоящая как бы из круглых бусинок трель. Такую еще самец садится на вершину дерева, громко поет и временами с песней взлетает воздух, где распустив крылья и хвост, некоторое время парит планирующим полетом, а затем вновь опускается на прежнее место или по соседству. После образования пара самка приступает к постройке гнезда, которые обычно помещаются невысоко на дереве в развилке ветвей на высотах от полутора до четырех метров, хотя бывают и на высоте до 6-8 метров. В основе гнезда всегда есть помост из большего или меньшего числа тонких веточек. Само гнездо в виде не очень аккуратной толстостенной чаши, но довольно прочная, сделанная из мха, корешков, травы, растительного пуха. В лоток кладут тонкие растительные волотна, травинки и шерсть, иногда перья. Вкладка состоит из 4-6 яиц белосливочного цвета с крапинками. Размер яиц 17-24 на 12-16 миллиметров. Насиживает одна самка в течение 12-14 дней. Самец носит самке корм. Вылупляются из яиц пенцы голые и слепые, но скоро начинают быстро расти и в возрасте 13-14 дней вылетают из гнезда. Птицы выкармливаются как насекомыми, так и семенами, предварительно размягченными зоби. Выкармливают их оба родителя. Через неделю после оставления гнезда, хорошо летающие молодые птенцы переходят к самостоятельному образу жизни, а старые птицы приступают ко второй укладке. Выводки объединяются в стайки и начинают кочевать. Постепенно кочевки эти расширяются, и в сентябре начинается осенний отлет в ценных частях ареала. Интересные факты про зеленожку. Некоторые из самцов, попав в неволю, могут начинать петь практически сразу после того, как поместили в клетку. Другие только спустя 2-3 месяца. Но существует 8 подвидов зеленушки обыкновенной. Когда-то они были успешно завезены из Европы в Южную Америку, Австралию, Новую Зеландию. В России зеленушек называли лесными канарейками. Отличительной чертой гнезд зеленушки является грязь. Пока еще нет птенцов, гнездо чистое, но с охлуплением оно обрастает по краям бордюром помета, который родители не уносят, как это делают другие птицы. Зеленушки легко меняют местоположение, после зимовки редко возвращаются на прежнюю стоянку. В подходящих местах зеленушки гнездятся колониями, когда иногда на одной елке можно найти 2 или 3 гнезда. Некоторые зеленушки успевают за год сделать 3 кладки. В апреле-май можно наблюдать так называемый токовый полет самцов зеленушек. Резкий пикирующий полет после нескольких плавных кругов в воздухе. Зеленушки кормят вечно голодных пенцов каждые 20 минут. Зеленушка очень интересно пьет. Она набирает немного воды в клюв и запрокидывает голову, чтобы вода стекла в горло. В начале 20 века этот вид перечислялся к редким птицам, нынче обычный пролетный. Главными врагами зеленушек считаются обороны. Незредка среди зеленушек встречаются пересмешники, весьма недурно подражающие голосам других птиц. В связи с потеплением климата в последние десятилетия зеленушка расселилась на восток. И сейчас уже достигла Красноярского края. Еще одна особенность этих птиц это солевое голодание. Поэтому они вынуждены находить какие-то минеральные добавки к своему рациону. На дальнем востоке в уссурийском крае обыкновенная зеленушка замещается довольно близким к ней видом, китайской зеленушкой. Кстати, на английском языке, по-английски зеленушка звучит как green fish, переводится зеленый зяблик. С названием зеленушка есть еще рыба, муха, бабочка и гриб. Известны гибриды зеленушек с конорейками, щеглами, коноплянками, чижами. Причем многие гибридные особи с конорейками и коноплянками плодовиты. Интересно, что звук жжжи, который обычно является элементом песни, в виде отдельного сигнала издается самцом во время беспокойства у гнезда. В июле зеленушки довольно часто прилетают на приусадебные участки за семенами эрги, которые они выедают из ягод, не срывая их с веток. На сегодня все. Подписываемся, комментируем. В следующий раз я вам расскажу об еще одной птице с названием гриба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова